Продвижение отечественных товаров и услуг на внешние рынки, защита интересов российских предпринимателей были и остаются одним из главных направлений работы Торгово-промышленной палаты России. Этому же была посвящена и недавно прошедшая здесь предсъездовская дискуссия. После ее завершения мы взяли короткое интервью у вице-президента ТПП РФ Владимира Падалко. Владимир Иванович, на предсъездовскую дискуссию был вынесен вопрос о приоритетах внешнеэкономической стратегии России. Какое участие в подготовке ее принимает Торгово-промышленная палата? Вы знаете, это общая задача, в том числе и Торгово-промышленная палата, собрать и проанализировать все, что полезное было сделано на этом направлении до сегодняшнего момента и сделать грамотные предложения в правительство по части стратегии. Мы, как Торгово-промышленная палата, определяя свой путь развития до 2030 года, мы должны понимать, в какой системе общих координат мы находимся. Именно в этих целях сегодня мы собрали здесь в здании Торгово-промышленной палаты ведущих экспертов по вопросам внешней торговли, внешнеэкономической деятельности и попросили их рассказать, поделиться своими мыслями именно на перспективу, где, на каких направлениях должна работать Российская Федерация с тем, чтобы и укрепить свое положение, и самое главное, конечно, наполнить бюджет валютными средствами, необходимыми для развития, для жизни нашего государства, для улучшения благосостояния наших жителей. Вот такого разговора интересного я, честно сказать, до настоящего момента по стратегии именно Российской Федерации до 2030 года еще ни на одной площадке не слышал. Не слышал. Вот именно сегодня были сделаны заявления по части того, где и как надвигаться с нашими ближайшими партнерами по евразийской экономической, по ЕАЭС. Как нам себя чувствовать на пространстве Латинской Америки? Где нам искать свои точки опоры на африканском направлении? Что сегодня для нас? Это азиатский рынок и в ближнем приближении Китай и в дальнем это партнеры, которые находятся в Юго-Восточной Азии. Как нам выстраивать отношения с международными организациями, с ВТО, с международными финансовыми организациями, с Соединенными Штатами Америки, с Европой? Потому что без этих приоритетов мы не обойдемся в нашей завтрашней жизни. И исходя из этого, мы видим, что у Российской Федерации есть существенный потенциал, который абсолютно точно нас удерживает на плоду. И мы до 2030 года добавим так, что за нами еще и не угнаться. А ТПП способна не только лидировать на пространстве международной системы ТПП, но давать такие инициативы, которые реально будут способствовать продвижению и развитию интересов всех наших и ближних, и дальних соседей. И это и выставочно-ярмарочная деятельность, это и услуги, которые оказывают все системы ТПП, это и арбитраж, и качественное исполнение всех арбитражных решений, кого бы они ни касались. Это борьба за чистоту сделок, борьба с коррупцией и так далее. Вот здесь ТПП незаменимая структура, и она обладает таким функционалом, которого нет ни у кого. Поэтому мы выходим на съезд уверенно, мы понимаем, с какими задачами нам предстоит столкнуться в перспективе, и мы их прописываем в своих основных направлениях деятельности. Субтитры подогнал «Симон»